В нашем университете происходит встреча с заместителями министра обороны. Эта встреча проводится для того, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы преобразования вооруженных сил, особенно в той части, которая касается взаимодействия с высшей школой, с военными кафедрами учебно-военными центрами, а также совершенно новые формы, такие как научные работы и возможности прохождения действительно военной службы для студентов во время обучения в УЗИ. Я считаю, что эти вопросы очень важны для всех студентов, ну и тем не менее, конечно же, для всех ректоров, для всех преподавателей. И я думаю, что это совещание будет полезно для нас, для всех. Ну, если сказать пару слов о нашем университете, то, знаете, вот в ходе очередного мониторинга в 2013 году, который проводился, ввели итоги, и наш университет выполнил все показатели, вот в списке вузов Новосибирска оказался в первую строчку, почему-то же второй такой мониторинг, и в прошлом году мы были тоже в числе трех университетов, которые выполнили все показатели. И у нас, то, что у нас есть военная кафедра и все-таки военные центры, это привлекает к нам талант и молодежь, и это, в общем, позволяет нам получать каждый год хороших предприятий, хороших предприятий. У нас на мониторе идет звук. В военной карте это не просто одна из кадров, но еще и то, что привлекает к хорошему времени. Итак, я думаю, что, наверное, я прошу вам слово, Николай Александрович. Предмет нашего разговора, именно разговора, уважаемому ректору, определен. Я бы, с вашего разрешения, немножко рассказал о Министерстве обороны и о той нашей инициативе, которая нашла достаточно широкое распространение в средствах массовой информации, и мы полагаем, что у вас могут быть вопросы к нам, мы готовы поддержать ответ. Вместе со мной Горяну Геннеков Петрович, начальник главного управления Генерального штаба, заместитель начальника Генерального штаба. Может быть, кто-то из вас знает Василия Петровича и по муниципирскому народному времени командору 41-й нашей доблестной армии. Начну с характеристики военного ведомства. Наверное, вы знаете из средств массовой информации, что требования к нашей армии, к оборуженным силам, четко сформулированы в программных документах, которые носят так открытый, так и закрытый характер. Суть этих требований можно определить следующей формулой. У нас должна быть компактная, мобильная, хорошо оснащенная вооружением и военной техникой, укомплектованная подготовленными гармами. Армия способна гарантированно отразить любую агрессию. Мы выстраиваемся под реализацию этой целевой установки. Мы полагаем, что государство, страна в очередной раз напряглись, выделили очень неплохие деньги. И до 2020 года на оборону будет затрачено 20 триллионов рублей. Сумма действительно очень большая. Мы впервые в нашей практике составили план деятельности Министерства обороны до 2020 года. Этот план нашел развитие в планах конкретных организмов, военных округов, армии. Вот сейчас мы работали в 74-й общевой войсковой отделе, на 10-й руковой бригаде, дислоцированной в ЮРГЕ. В частности, большой план деятельности Министерства обороны, конкретизирование применителей к этой бригаде. Говоря или реализуя вот эти планы, я думаю, что вместо может быть одно ключевое слово – унификация и сопряжение всех направлений работы. Поставка войска вооружения и техники, подготовка кадров, строительство объектов военной инфраструктуры, строительство объектов социальной инфраструктуры – все должно быть сопряжено с точностью до дня. Ну, согласитесь, нередко бывает так, построена, например, подводная лодка – нет вооружения. Значит, изделия, конечно же, не готовы. Сделано то и другое – непостроена береговая инфраструктура. Сделано первое, второе и третье – неподготовленные кадры. Вот мы, собственно говоря, впервые и попытались в нашем комплексном плане, в плане деятельности приемного ведомства до 2020 года, указать решение всех вот этих вопросов. Конечно же, самое серьезное внимание уделяем стратегическим ядерным силам. Наземным, морским стратегическим ядерным силам, авиационным стратегическим ядерным силам и силам общего назначения. В первые за многие-многие годы войска реально, серийно перевооружаются. Счет идет на десятки, сотни, по некоторым натурам и тысячи образцов вооружения, техники, которые мы получаем ежегодно. Определенный количественный состав российской армии в один миллион человек. Четко определено количество офицерского состава, количество контрактников до 2017 года, их должно быть 425 тысяч человек. Указом президента Российской Федерации предусмотрено ежегодное увеличение количества контрактников не менее чем на 50 тысяч человек. В 2013 году мы набрали на контракт более 81 тысячи человек. Подходим к достаточно критичным. Достаточно сказать, что 67% отопленных на контракт кандидатов имеют профессиональное образование, имеют все виды профессионального образования. К 2020 году количество контрактников должно увеличиться практически до 500 тысяч человек. Это говорит о том, что армия все больше и больше становится контрактной, и это дает нам возможность ну, может быть, более вдумчиво подходить и к военной службе по призыву, которая была объединена в России в позапрошлом веке, в 19 веке, в качестве всеобщей воинской повинности, и существует до сих пор. Несколько лет тому назад был сокращен срок военной службы по призыву до одного года. Позднее мы сделали еще дополнительные шаги в плане демократизации, гуманизации военной службы по призыву. Мы стали, ну, не повсеместно, но там, где можно, изыскать всякую возможность, чтобы отказываться от экстерриториального принципа прохождения военной службы по призыву. Еще раз отмечу, там, где есть возможность, мы предоставляем право молодым людям проходить военную службу по призыву рядом, с домом. При этом не видим ничего плохого, если на собственный воскресенье молодой человек привез в семью за чашкой чая, кофе, услышать на путь следва, при маме, сынок, служить хорошо. На самом деле мы там ничего фруктура нет. Мы разрешили пользоваться мобильными телефонами, мы ввели душевые кабины, мы вводим шведский стол, то есть мы все дальше и дальше идем по пути, чтобы военная служба призывника была максимально комфортной. Ну и наконец, наконец, мы, может быть, подошли к решению, на наш взгляд, самая главная задача, которая вот особенно актуально звучит в этой аудитории. Каждый из вас, я обращаюсь к студентам, поступая в тот или иной вуз, делает свой, ну если не главный, трудился самый-самый главный выбор в жизни. Попробедился со своим профессиональным выбором. И, конечно, существовавшая десятилетиями практика прохождения военной службы призыва, она, ну, часто подставляла вам такие своеобразные подножки. Нужно было закончить вуз, получив профессию, на какое-то время от этой профессии отрваться и заниматься совершенно другим делом. Кто-то, кстати говоря, навсегда оставался в армии. Особенно это характерно вот для наших технологичных родов войск, специальных родов войск, инженерных, технических, связанных с космонавтикой, с использованием ракетных комплексов, средств связи, радиоэлектронной борьбы. Особенно это связано, может быть, с военной медициной, с правой, с финансами и со многими-многими другими специальностями. Когда молодые люди приходили в армию, они всегда оставались в ней. По сути, они продолжали свою профессиональную траекторию. Но многие-многие и было большинство уходили из армии и уже не возвращались в свою профессию. Мы над этим вопросом очень долго думали и, наконец, в Минист обороны выступил с очень смелой инициативой, суть, которая заключается в том, чтобы сделать очень мощный шаг навстречу нашему уважаемому студенческим. И вместе с вами попытаться сделать таким образом, чтобы во время учебы вы могли исполнить и свой конституционный метод. Схематично наше предложение выглядит следующим образом. Мы готовы. на базе этот первый шаг существующих военных кафедр и учебных военных центров организовать подготовку не только офицеров запаса, но и сержантов запаса, рядовых запаса. Мы готовы 9 месяцев условно говоря теоретического курса, хотя понятно, что здесь будут и практические занятия, и лабораторные занятия засчитать за 9 месяцев службы. И второй этап это трехмесячные лагерные сборы на базе наших воинских частей, полигонов, учебных центров. После прохождения вот этих лагерных сборов студенты получают дипломы высшим профессионального образования и военные билеты. И таким образом все пути и дороги перед вами будут открыты. Вы можете поступать на государственную службу и делать карьеру, вы можете зачисляться в федеральную кадровую резерву. Вот, собственно говоря, суть наших предложений. Я должен сказать, что в этом же контексте выглядят и наши инициативы по созданию спортивных городов. Их сегодня создано четыре молодые люди, достигшие действительно выдающихся результатов тех или иных битвов видах спорта могут претендовать на прохождение службы в наших спортивных родах. И я еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день в составе вооруженных сил есть четыре спортивные роды. Несколько десятков молодых людей пошли в олимпийскую сборную нашей страны и будут выступать на Сочинской Олимпиаде. В этом же ленте мы рассматриваем и нашу инициативу по созданию научных родов. Весной и летом прошлого года мы создали две научные роды, а в конце прошлого года создали еще две научные роды. Таким образом, у нас сегодня тоже четыре научные роды. роды. Мы очень внимательно занимаемся этими научными родами. Посещал министр обороны Российской Федерации, мы заместители министра обороны неоднократно бывали. И я вам должен сказать со всей ответственностью, без какой-либо натяжки, результаты деятельности научных родов превзошли наши самые смелые предположения. Действительно пришли очень толковые молодые ученые. Они действительно уже за время обучения ввоза сумели достаточно глубоко погрузиться в конкретные темы, которые имеют интересы для военного ведомства. Ну и наверное без лишней скромности я бы похвалил и мое родное ведомство. мы видимо очень правильно определились с подходами начиная с подбора командиров род, командиров взводов, научных руководителей и подавляющее большинство операторов так мы называем военнослужащих этих научных род абсолютное большинство изъявляет желание остаться в вооруженных силах и продолжить научные исследования вот собственно говоря то что я хотел бы сказать я обращаюсь к моему коллегу Виктору Петровичу Василию Петровичу если есть что добавить развить мое выступление я я думаю что целесообразно наверное прийти к вопросам те которые появились достаточно конкретно было сказано у нас сегодня в 72 вузах есть военные кафедры у нас сегодня в 72 вузах есть военные учебные и учебные военные центры мы бы хотели начать нашу работу именно на базе вот этих вузов на базе вузов в которых есть военная кафедра более того действующее законодательство нового лица акции регулярного законодательного образования позволяет военным кафедрам и не только военным кафедрам оказывать образовательные услуги и другие вузы мы бы хотели в качестве первого шага стартовать ныне существующих военных кафедр мы сейчас в разряд актуальных вопросов нам кажется важнее не допустить ошибки и лучше надойти аккуратные поступки еще вопросы пожалуйста то что вопрос о георкетском вашем городе у нас господин возникли военной кафедры футболь и на 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 церковь георг полупомиллионный студент что вот Светлана Сергеевна скажет, тысяч пятьдесят семьдесят, а, сто тридцать тысяч прошло, почти. И как вы себе представляете, выводить возможности и скромности? Какие отношения, ну, какое-то обучение организовать? Причём учесть интересы всех музыкальных и музыкальных. Вот не проще ли было бы на базе, наверное, освободившихся помещений Министерства обороны, здесь и часть военных учреждений закрыли, закрывали, военная армия, регионная армия закрывала. Может какие-то помещения свободные как-то аккумулировать, сделать военный институт? Межмузык. Какое предложение? За предложение спасибо. Мы сейчас работаем вместе с МИН Оборнауки, вместе с Рептовским сообществом. Мы благодарны любым предложениям, но пока-пока у нас вырисовывается та схема, о которой я сказал, вот стартовать на той инфраструктуре, которая есть прямо сейчас. Мы имеем в виду и наши военные структуры. Примерительно в Новосибирске, да, у нас здесь есть военная кафедра, есть учебно-военные центры, но мы здесь имеем в виду собственное военное присутствие приличное. И мы готовы в интересах вузов использовать наш потенциал, наши и образовательные организации, наши учебные центры, наши юридические участия. Еще вопросы? Продолжение. Подготовку, ту службу, работу на предприятиях, занимающихся выполнением государственного оборонного заказа, или занимающихся обслуживанием предприятия оборонных вооруженных сил, чтобы она шла тоже в зачет для подхождения воинской спорты. Мне кажется, это было бы целесообразно, поскольку в армию вошли уже подготовленные ребята, имеющие свою профильную специальность, они бы у Вас больше отдачи приносили. Смысл Вашего предложения заключается в том, чтобы засчитывать срок военной службы по ПСРУ, работу на оборонных предприятиях. На оборонных предприятиях и обслуживающих военных зону. Положение. Значит, мы готовим, ребята, судоремонтное предприятие. То есть высококвалифицированные специалисты могли бы приходить по дороге. Работу. Ну, как сейчас принято говорить, мы вопрос услышали. Он прошу, но не Василия Петровича. Комментировать пока не будем. Будем думать о смысле. Ещё вопросы, пожалуйста. Студенты наши. Пожалуйста. Добрый вечер. Денис Викенков, будем писать какие-то сообщения. Псюль, пожалуйста. Вы сказали, что сейчас перспективные направления являются называемые научные роты. А в каких видах научной деятельности сегодня действительно требуются специалисты для данного образования? На самом деле сфера наших интересов предельно широкая. Мы полагаем, что сегодня в вооруженных силах представлены практически все специальности, которые есть в мире, которые есть в Российской Федерации. Я так говорю на самом деле осознанно. Но мы пошли по пути следующему. Мы создаём научные роды, пока привязываясь к видам и родам войск, и профилируем деятельность научных род применительно к научным исследованиям конкретного вида или рода войск. Ну, например, так получилось, что одной из первых была создана научная рода на базе Воронежской академии ВВС. И сфера прикладных научных исследований, она как раз исчерпывается проблематикой военно-воздушных сил. Причём проблематика, конечно же, носит, прежде всего, такой инженерный характер, связанный с созданием и эксплуатацией авиационной техники и не только. То же самое могу сказать по научной роде, которая создана военно-воздушным флотом. Сейчас мы всерьёз прорабатываем вопрос о том, чтобы у нас появилась первая научная рода медицинского профилактики. И очень актуальный вопрос для нас – программирование. Может быть, Вы обратили внимание, что президентом Российской Федерации подписан указ о создании национального центра управления обороны Российской Федерации? Это безпрецедентный причин. Это очень большая, сложная интеллектуальная работа. И в том числе и в этой связи тема программирования, тема специалистов-программистов для нас предельно актуальна. И я полагаю, что у нас в ближайшее время появится, наверное, даже не одна рода, которая будет специализироваться в этом и продолжать. Вот первая научная рода, которая образована на родной же, это большие студенты, выпускники, баронов и других возрастов. И вот за буквально несколько месяцев мы настолько увлеклись к научной деятельности. Они уже не одну десятку предложений в части касающих изобретений, научно-исследовательской работы. И более того, 29 человек, это более почти 60% всей научной деятельности, ввели желание вообще остаться в наших научно-исследовательских произведениях в качестве у нас служащих по контракту. То есть по официальной должности или в качестве гражданского персонала. То есть, на сколько новый крест придет результат их в последующие жизненные пути и остаться в вооруженных силах заниматься последующим более серьезным научным деятельностям. И даже развивать те начинания, которые они при поступлении на военнослужу впервые столкнулись в части касающейся традиционной нашей деятельности. Плавируется ли в этом году освобождение магистрантов от призванного военного службы? Вы знаете, в прошлый год мы приняли рекламу обращения, шли, вы нам помогли. И наши магистранты, не только в нашем музее, а других не считалось это вторым высшим образованием. Это первый вопрос. Будет ли в этом году? Второй вопрос. По каким военно-учебственным специальностям планируется подготовка? Вот по той схеме, по которой вы рассказывали, в учебных центрах и в том числе на этой площадке. И третий вопрос. Не рассматривайте вы хотя бы за Урагом 11 гражданных вузов. У нас есть площадки, мы готовы площади дать. Мы готовим ветврачей, готовим матроинженеров и все-таки восстановление военных кафедр. Мы готовили артиллерийские справки. Ну и вроде неплохо получали. Спасибо. Мы не исходим из того, что мы обязаны, я подчеркиваю, обязаны предоставить возможность всем студентам, у кого будет такое желание, предоставить возможность пройти военную службу призыву вот в такой форме. По сути дела, по сути дела, мы идем по пути расширения выбора молодыми людьми. Вот хочет служить так, как в свое время служили срочную службу МОН. Ради Бога. У него такая возможность остается. Хочет служить в научной роде. У него такая возможность есть. И это будет шикарный выбор для молодого человека. Ну, у которого вот есть дар Божий. И который на студенческой скамье сумел найти хорошую тему. Ему повезло с научным руководителем. И так получилось, что мы учили обозначаться, может быть, первые признаки какого-то результата. Может быть, уже какой-то результат определился. Ему сам Бог велел приходить в научный род. И он будет иметь возможность, вообще говоря, пощупать, посмотреть ту технику, ради которой он учится и которую хочет создавать в перспективе. Ну и наконец-наконец, спортивное рода, что я говорил. И вот та форма прохождения военной службы, о которой мы сейчас говорим. Таким образом, мы исходим из того, что мы обязаны такую возможность предоставить. Такую возможность предоставить. Одну момент мы не сделали это. Мы хотим начать работу с 1 сентября 2014 года. И я уже говорил, и я еще раз хочу вот это отметить. Надо сейчас не создавать новые структуры, а надо на самом деле нам начать работать на той инфраструктуре, которая реально есть. Увеличить набор на военные кафедры. Кроме подготовки официальных запасов, начинать подготовку сержантов и рядовых запасов. Там, где есть возможность заключить договор, по памяти, по-моему, это 15-я статья Федерального закона об образовании. Мы готовы поставить задачи перед нами, перед нашими воинскими частями. А дальше жизнь подскажет, что нам нужно делать. Я бы вот в этой связи применительно к сегодняшнему нашему разговору не антрализировал проблему создания военных кафедр. Хотя, мы здравомыми смотрели на жизнь, мы все понимаем, но если бы мы начали нашу идею с того, давайте создавать повсеместные военные кафедры. Давайте высвободившиеся, извините, пожалуйста, фонды военного ведомства заполнять вот какими-то новыми образованиями, структурами. Наверное, можно и так, но давайте вместе с вами анализировать, может быть, может быть, целесообразно, все-таки, вот как мы пока и прорабатываем, и смену празднуем, еще раз подчеркиваю, может быть, в качестве первого этапа, в качестве первого этапа, организовать работу на базе инфраструктуры, которая ныне есть, и которая реально работает. Реально работает. Василий Петрович, пожалуйста, очень много. Спасибо. Здесь, если говорить по военно-учебным специальностям, те, которые предполагаются при обучении высших учебных заведений, вот хотелось бы отметить, что каждое военно-учебное заведение высшее имеет свою специфику. И, конечно, здесь стоит огромная задача, чтобы определить в связи с направленностью обучения и обучения гражданской специальности, конечно, и ту военно-учебную специальность, которая необходима для оборуженных сил. Вот вы частично ответили сами на вопрос. В оградных институтах было подобрано артиллерийским военно-учебным специальностям. Конечно же, в части, касающейся университета, там, где находимся мы, вот я в подводу украдку сделал, это командир отделения дальней связи, кратковолновых радиостанций малой мощности, механики кратковолновых радиостанций, тропосферной связи, спутниковой связи, ну и так далее. Конечно же, направленность именно подбора этих специальностей будет, как я уже говорил, зависит от той гражданской специальности, ну и, соответственно, от той учебно-материальной базы, которая будет находиться вблизи или планируемых местах обучения студентов при практическом уже непосредственном обучении на полигонах на базах высших учебных заведений Министерства обороны или на базах высших учебных заведений. Таким образом. По отсрочкам давайте я, наверное, отдельно отвечу пока на сегодняшний день. Да, мы все перешли с этого года в связи с введением нового классификатора специальностей на новые шифры и на новые итоги. В новой ситуации, когда мы переходили так три года назад, у нас возникал вопрос, я в первый случай, что срочность клуба, естественно, продолжается в данном итоге. Возникали проблемы, что военкоматы, пользуясь просто лицензией и не используя переходник Министерства образования, аккредитованные специальности не брали в учет. Ну, то есть была аккредитована специальность в шифре 19,6, она стала 22,3,2. И у нас возникали вот какие-то понимания с военно-учетными столами. И сейчас та же самая ситуация получается. Мы обращались в Министерство образования, они обещали направить письмо Министерству обороны для того, чтобы синхронизировать эту работу. Потому что, получается, Министерство обороны, естественно, не может перейти на новые шифры, на новые специальности, задавая кредитного отзыва. Как и прокурорные группы. Это, наверное, первый вопрос. Второй вопрос. Это сетевая форма образования. Я так понимаю, что Министерство обороны и планирует использовать эту сетевую форму образования, создавая, как скажем, общеобразовательные, общеинженерные, общие висковые дисциплины, да, и специальные дисциплины. Ну, уже коллеги говорили, что я думаю, что при таком количестве 130 тысяч человек в городе Новосибирске студентов, давайте предположим ситуацию, с сентября порядка 5 тысяч человек желают оплатить обучение на сегодняшней существующей базе, да. Наверное, это будет очень сложно реализовать. Я думаю, что здесь нельзя сообразно разделить, то есть нас сориентировать по военным учебным специальностям, которые нужны, чтобы мы могли уже вести какую-то централизованную работу и работу со студентами, собирая с них заявления. Дальше, наверное, нам нужно составить какой-то учебный план, где какие-то дисциплины основного плана мы могли зачистить как общепрофессиональный лабораторную систему общей искусственной системы, которой мы необходимы, потому что я сам учался в работе тем более мне это очень близко. Я представляю ВУЗ, который был единственным военным инстрибутом инженеров путешествия в 1953 году. У нас их традиции сохранились, и не только мы можем это помещение. Самое главное, мы сохранили людей, кто был и работал на этих компетенциях. Поэтому здесь больше вопросов стоит, как нам участвовать на все в работе. 27 часов работы студентов мы больше не можем. Соответственно, это должно быть либо ущемленное профессиональное каких-то компетенций, либо это должно быть идти как факультатив, как это было и раньше. Это был факультатив всегда, он не входил, правильно? В основном учебный план. И шло отдельное финансирование. Я сейчас не про деньги говорю. То есть это второй вопрос в данный момент. Ну как нам с вами, начиная с первого сентября, учесть на учебных планах для наших студентов? Нам бы на самом деле хотелось услышать ваше мнение. Интересно это для вас, не интересно. Что трудно, понятно, трудно и для нас. Вообще-то говоря, я думаю, что каждый из сидящих в этом зале понимает, что для армии тоже точно ничего не меняет. и пришло время повеска с участковым и на годик вперед. Кому что выпадет. Но мы не хотим так дальше работать. Мы говорим, мы военные, мы готовы по идее на трудности определенные. Мы понимаем, что и для вузов, конечно, наверно, есть какие-то, наверняка есть на удобство, во всяком случае, в вузе работа и представляю достаточно хорошо то, о чем вы говорите. Так вот, на данном этапе мы с вами должны определиться на берегу, стоит в этом направлении работать или сохраняем статус-кво. Если стоит, то на самом деле проблем гораздо больше, чем вы говорите. И мы не случайно приглашаем и ректорское сообщество, и Минобрасы науки к работе в самом плотном режиме. Мы создаем межведомственную рабочую группу. На следующей неделе у нас состоится первое рабочее совещание. Все проблемные вопросы будем внимательно изучать, анализировать и вместе с вами искать на них ответы. Я еще раз подчеркиваю, вы очень профессионально формулировали те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Перечень их не исчерпывающих, да, вы сами знаете, что их гораздо больше. Их гораздо больше. Но пока, как нам представляется, они все подлежат решению. Самое главное, самое главное, то, что я постарался вот донести, что я постарался вот рассказать, что на самом деле, на самом деле молодые люди получают право выбора. Право выбора. Можно во время учебы, без ущерба для учебы, а наоборот прикажется, в пользу для учебы, который, если случайно, акцентировал внимание на еще одну очень важную вещь. Мы говорим, что мы будем делать все, чтобы и обучение в рамках военной кафедры, вот этот теоретический курс, и сборы на базе наших поисков частей были по родственным или по тем специальностям, которые молодые люди получают в ВУФе. По сути, по сути, мы берем на себя обязательство дать молодым людям, не в буквальном смысле слова, но тем не менее своеобразную практику, стажировку. Это тоже очень важный момент. Очень важный момент. Это не просто. Мы тоже знаем весь спектр специальностей, по которым готовят ВУЗы. Это вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, к вопросу классификатора. И мы понимаем, что по ряду специальностей, у нас уже десятилетия наработана практика. Вот Виктор Петрович сказал «балунка», «мои» и многие-многие другие ВУЗы. Все наработано. Просто вот этот опыт мы как бы во плечом и в правовые, и в реально работающие формы. И есть специальности, которые нас ставят в очень тяжелое положение. Но тем не менее, тем не менее, мы это понимаем, и мы приглашаем вас к совместной проработке этих проблем. Что касается новых специальностей, ну вот я уже сказал, что у нас будет встреча от Минобраза. Климов Александр Алексеевич. Давайте мы тогда с ним вот эту проблему обсудим. Она имеет системный характер. Вот. И попробуем поискать какой-то ответ. И вот, пожалуйста, там, где мы сегодня находимся, есть некая ФРМВЦ. И как было тяжело синхронизировать образовательную программу СВРУЗа с образовательной программой студентов, которая обучается по военно-учебной специальности. Мы нашли выход. И специальности центра совпадают 20 лет. И они сегодня, 37 учебных военных центров, действуют успешно, и очень добрая, и приемлемая форма обучения. И в том числе и службы. И вот, кстати, извините, пожалуйста, мы когда действительно создавали учебный военный центр, мы тоже подвергались критике и со стороны, и не только мы понимали, что мы часть кадрового заказа из военных вузов передаем в гражданские вузы. И мы на это пошли. Прошли годы, и мне кажется, все критики сделали вывод, что ошибки не было. И есть специальности, где гражданская школа сильнее. Мы должны это признать, не должны компенсовать. Мы должны на это отреагировать и готовить там кадры для военного беденства. В прошлом 13-м году мы набрали в гражданские вузы 2000 человек. В этом году набор будет составлять 2600 человек. Причем выходят очень молодые, очень мотивированные, молодые специалисты. Все изъявляют желание служить во мне. Это факт института. Значит, теперь я хочу сказать следующее. Я думаю, что сама инициатива в нашей Центре очень понравительная. Будет еще много вопросов. У меня и вам будут сомневаться. Потому что вы ответили. Созданный комиссий номер, созданный комиссий, 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 национальное управление. У нас бакалаврият, у вас или у нас были будущие военные специалисты. Бакалаврият четыре года. В институте с военными вещами скажешь, что это четыре года. Вот для этого не специалисты, как правило, по технологиям направлены. Это одна из вопросов, которые надо на это относиться. Один из них. Дальше. Сегодня большой блок появляется, наверное, небюджетники. Тоже на какой-нибудь таким образом. И бюджетников, и небюджетников уравнять. И исходя из интересов государства, я хочу. Появляются новые проблемы у нас на проект. Если раньше в основном, что нельзя назвать слово «пацаны», сейчас будут и в чем-то. Тоже мы будем таким образом, вот, с этим моментом. Но в целом, я хочу вас подчеркнуть, что... Да, и как по желанию, что это предложение. Нам сложно, я не знаю, состав комиссии, комиссии, но очень бы хотелось, чтобы отсидеть, куда-то там находиться. И, по-воему, сегодня в Агентале, это центр, да. И буду очень не скромен, но, по-моему, по-моему, это полгайское государственное техническое министерство, которые в этом принимают участие. Он говорит, что мы с вами так решим счетом. Вот. А, в целом, я думаю, что вы счетовские ответы, хотя на моей, на моей цене, все-таки очень важно сегодня вывязать законодательный патор наш, вашего министерства, нашего министерства, нашего министерства. Вот, на самом деле, лично у меня ответ на этот вопрос есть. Но я не буду спешить с ответом. Я все время буду атерлировать к тому, что ответ должен быть консенсусным. Вот. Я просто вот в качестве подсказки хочу еще раз напомнить то, о чем я говорил. Мы на военных кафедрах будем готовить А, офицеров запаса. И это одна образовательная траектория, да. Сержантов запаса, вторая. Рядовые запасы, третьи. Вот мы подходим к аквалариату, да, и можно, наверное, вот поиграть. Магистерская подготовка, обучение в рамках аквалариата. Но я еще раз говорю, мы должны ответственно идти вместе с вами. Вместе с вами. Представительницы прекрасного повода. На самом деле, не буду скрывать, я об этом тоже все время думаю. У нас, конечно, сложилась своя традиция, да, по преподаванию армии. Она отличная от подходов многих зарубежных армии. Лично мое мнение заключается в том, чтобы женщины были больше представлены в рядах вооруженных сил. На должностях офицеров, генералов, сержантов, старшин, рядовых. Это не их должен быть выбор. И, кстати говоря, кстати говоря, у нас сегодня в военно-учебных заведениях обучается достаточно приличное количество девушек. В частности, в 2014 году, если меня память не изменяет, мы наберем более двухсот человек, более двухсот девчонок. У нас есть опыт набора и Бризанское командное высшее воздушно-десантное училище. Есть и такая практика. И более того, конкурс безумный. Это говорит о том, что спрос на военные профессии у представителей с прекрасным полом есть. И не замечать это нельзя. Что касается включения в рабочую группу представителей от Сибири, я думаю, не только от Сибири, мне кажется, регион России должен быть в обязательном плане представлен в нашей рабочей группе. Москвой, Россия, не понятно, да? Первый вопрос. Вы говорите, скажите, какие результаты вы конкретно ожидаете от научных род? И второе. Студент иммунитарной специальности может туда попасть и иметь ему доступ? Первые шаги научных род нас и удивили, и порадовали. Я был в Воронеже в ноябре. В научной роде было чуть больше 31 человек, по-моему, да? Она половину укомплектована. Было подано 4 заявки на изобретение. Более 40 научных работ. Но самое главное, самое главное, я сам не технарь. Я гуманитарий, я вот наблюдал, как профессиональные люди беседовали с молодыми специалистами по абсолютно прикладным вопросам. Скажем, изобретение изделия, которое абсолютно иначе, быстрее, точнее, надежнее диагностировало бы усталость металла самолета. Усталость конструкции самолета. Причем все это показывалось на экране, в формате 3D. И специалисты, которые были с нами, они тоже, видимо, были очень приятно удивлены. Они беседовали не со срочниками, а они беседовали именно со специалистами, с коллегами. И мне кажется, главный результат научной уроки заключается в том, чтобы А. Занимить молодые дарвания. Чтобы ученый совет вуза признал его таковым и порекомендовал для службы в военной уроке. И он бы пришел в научную уроку, и он бы не оторвался от научных исследований. И ванны и дэнс, вега на всем. Вот очень важно, чтобы молодой человек продолжил свою работу. Не оторвался от ней. И, видимо, у нас получилось, у нас получилось. Вот Виктор Петрович сказал, что уже на тот период времени более 60% молодых людей сказали, что если вы разрешите, мы бы оставились в российской армии и продолжали бы заниматься тем, чем мы здесь занимаемся. Мы сами не ожидали, что вы для нас создадите и такие условия для научной институтской работы. И не только для этого. И не только для этого. Мы на самом деле подходим таким образом, чтобы все вопросы жизни и быта были решены достойными. Наконец, вот когда мы на прошлой неделе проводили рабочие совещания, уже отвечали и последующие шаги. Участие наших молодых ученых, начинающих ученых, конференций, выступлений на этих конференциях. Значит, мы их втягиваем уже вот в какую-то такую достаточно серьезную научную кухню. Мы их вводим в серьезное научное сообщество. Это тоже очень важно. Вот, собственно говоря, так бы ответил на ваш вопрос. Звучащие вопросы задаются, кого будем готовить. У меня вопрос, кем будем готовить в рамках действующего законодательства. Есть возрастной предел для преподавателей, который из числа офицеров запаса. А все же подготовить высоко квалифицированного преподавателя – это тоже необходимо время. Если раньше был приток с войск, и человек, начиная с низших должностей инженерных, преподавательство становится старшим преподавателем, начальником цикла, имело научные работы, то сейчас это очень-очень становится с каждым годом возраст старше, и мы теряем те ресурсы тех преподавателей, которые уже в России имеют кондициаторы. Да, наборы на военные кафедры будут увеличены в разы и в разы. Будут увеличены в порядке. Понятен следующий шаг. Нужно увеличивать количество профессийского преподавательского состава работающего на военных кафедрах. Понятно, что перед нами стоит вопрос о том, чтобы мы делегировали, насколько я понимаю, лучших офицеров для работы на военных кафедрах, а иначе нельзя подходить к этому делу. Таким образом, я думаю, что для военных кафедр это просто такой вот ренессанс. По законодательству. Я бы даже пошли бы посмотреть. В случае реализации наших инициатив, а вообще-то говоря, они могут быть реализованы только при условии корректировки российского законодательства. Мы над этим работаем. Но я еще раз говорю, мы тоже должны договориться, договориться и с профильным министерством, и с ректорским сообществом, и с уважаемым студенческим сообществом, что общение стоит выдалки. И тогда мы будем, конечно же, вносить изменения и в законодательные, и в подзаконные нормативные правовые акты. И, наконец, то, что касается сроков, возрастов. Мы внесли в Государственную Думу законопроект, увеличивающий предельные возраста нахождения военной службы всем одномоментно на 5 лет. И, наконец, дающий полномочия министра обороны, продлевать любому военнослужащему срок военной службы до 65 лет. Уже 14 февраля будет первое чтение, ну а потом 18 марта 2 и 3 одновременно. Я думаю, что вот в марте месяце появится новый федеральный закон. Т.е. полковник Васильев, Олег Юрьевич, бывший начальник военной кафедры университета. Есть сообщение. В нестряющее время проекта в предыдущем хозяйственном районе. Руководству ВУЗа удалось захвалить основной потенциал, преподавательский состав на различных возрастях остался работать в ВУЗе. Мы, конечно, с тяжелым сердцем переживали в свое время запрощение военной кафедры. Придвили подобный сценарий. Все, почти все преподаватели военной кафедры трудоустроены в настоящее время. В ВУЗе готовы в любой момент приступить, возобновить свою преподавательскую студию. Такой дионалитный поступок. Но вот все, о чем мы сегодня здесь говорили, почти все оно так или иначе было озвучено в следствиях массовой информации. И, на мой взгляд, пока мы ничего нового и не увидели, не услышали. Так было много вопросов, так и есть. И, первое, вы сказали, что только на базе данного учебного военного центра в 2014 году будет возобновлена военная подготовка. Каким образом? То есть, это только студенты данного ВУЗа будет увеличен заказ на подготовку, или с других ВУЗов уже могут сюда с 1 сентября 2014 года подавать заявление. Мы должны в период набора студентов в приемной комиссии в ходе работы говорить, что у вас такая возможность появилась. Ибо это пока для всех остальных ВУЗов путь сюда закрыт. И второй вопрос. Точнее, как пожелание предложения. Раз, вы сказали, что в ближайшее время будет заседание рабочей группы по решению настоящих перед государством задач. Вы сейчас собираете сбор информации со всех ВУЗов. Я так понял, не один регион наш будет этими вопросами охвачен. Вот как вы представляете, на базе ВУЗа связи готовят, например, специалистов для железнодорожных ВОЗ. Где мы готовим путейцев, мостовиков, механиков, офицеров военных сообщений. Так вот, как предложение. Можете действительно здесь проводить занятия только по общей местовой подготовке, а используя богатейшую базу лабораторную, которая осталась в транспортных ВУЗах, и она очень тесно пересекается с основным направлением военной учетной специальности. Готовить, ну, чередовать не военные подготовки на этой базе по общевоенным специальным дисциплинам, да? А по техническим дисциплинам готовить на базе существующих ВУЗ. И в таком случае встает очередной вопрос. В чьем штате будут преподавать? Этого ВУЗа или родного ВУЗа? И какой статус они будут носить? Это будут офицеры запаса? Или вы планируете возобновить призывы запаса офицеров, чтобы они в форме ходили? Хотя и так, в принципе, офицеры запаса справа на шее у нас, мы можем преподавать и военную форму. Ну, как Вы выглядите этот вопрос? Николай Александрович, спасибо. Я уже говорил, но, видимо, не очень это отчетливо прозвучало. Я говорил о том, что да, мы хотим в качестве первого шага начать обращение на базе имеющейся инфраструктуры и в целом рынке. И добавлял и говорил, что с учетом всех возможностей, которые сегодня дает законодательство. Вот все, что позволяет законодательство, нужно делать. Вы даже озвучили сетевое обучение. Вот то, что можно заметить сетевым обучением, вот это, собственно говоря, в рамках первого шага и можно сделать. Я думаю, что как профессионал Вы суть ответа поняли и, наверное, мне также нет необходимости разъяснять вот этот подход, этот из студентов только того вуза, где есть военная кафедра или для всех. Вот, собственно говоря, ответ для всех. Вы все. Но Вы меня вот сегодня толкаете. И вот, Панков, скажи, что мы прямо сейчас объявляем компанию по открытию военных кафедров. Не надо пока вот этот вопрос педалировать. Но мы ведь тоже, наверное, несколько сегодня прилетели на нашу родную силу. Вы в Кемерку посмотрите на пример. Там есть военные кафедры? Там есть военные кафедры? Продолжать дальше и нет. Важен первый шаг. Хорошее начало – половина делок. Если мы это дело начнем, давайте будем создавать военные кафедры. Давайте будем создавать военные кафедры. Не знаю, как Вам, мне кажется, не с того конца начинаем решать проблемы. Давайте начнем работать. Прямо сейчас. Давайте сформулируем все-все-все вопросы, какие есть, и найдем на них ответы. Давайте практически начнем реализацию проекта. Появятся новые вопросы. Не думаю, что мы не решаем их. У меня несколько вопросов в связи. Значит, мы в течение некоторых лет готовим педагогов по безопасности жизнедеятельности. Понятно, что они получают большую психолого-педагогическую подготовку, ну и частичную подготовку по безопасности. И вообще, в УЗИ, как понятно, основное направление психолого-педагогическая подготовка. В этой связи три вопроса. Первое. Насколько подготовка по безопасности жизнедеятельности и те контакты, которые имеются с МЧС и со службами спасения, на базе которой проходит практическая подготовка, может рассматриваться как подготовка или как часть военной службы? Я немножко, так аккуратно скажу, знаком с той проблематикой, которую вы сейчас поднимаете. Подготовка педагогов по безопасности жизнедеятельности. Знаком с общими подходами, что заложено в программу обучения. Мне кажется, вот та составляющая часть, которая охватывается проблематикой МЧС, она очень актуальна и для армии. И мне кажется, не только для армии. Не только для армии. Я не буду сейчас называть конкретные темы. Они, вообще говоря, полезны всякому человеку. Что касается психологов, педагогов, я вообще должен сказать, что сейчас гуманитарная составляющая, она очень актуальна для вооруженных сил. И в первую очередь, может быть, психологи, социологи. Мы сейчас это направление определили для себя как одно из приоритетных. Мы воссоздаем и психологическую службу вооруженных сил. Мне вот такая была. Мы создаем перерекарь психологической работы. По некоторым видам рода работаем, скажем так, приоритетно. Есть высокое поручение министра обороны по проработке данной проблемы применительно ГДВ. Поэтому у нас сейчас очень большой интерес к всему тому, что определяется предметом психологии. Педагоги военные. Ну, здесь традиционно большая дружба, всегда военная дружба с педагогами. Вы назвали ВУЗ, который не входит в систему нашу. Но я думаю, что наши коллеги из внутренних войск с удовольствием готовы будут с вами дружить. А что касается нас и нашего ВУЗа, вы знаете, что у нас есть ВУЗ. Давайте рассмотрим возможность заключения какого-то соглашения и выстраивания абсолютно целевой работы. Уважаемые коллеги, преподаватели, давайте мы сейчас возьмем возможность студентам и студентам задать вопросы. Потому что в первую очередь в службу в армии, кстати, молодежи. Пожалуйста. В последнее время часто ругают правительство за то, что огромные средства выделяются на военную службу. Скажи, пожалуйста, как заместить администра? Насколько это оправданно? И что ли на самом деле лишняя угроза России? И к чему все реально готовится? Спасибо. Причем характер угроз очень сильно изменился и динамично изменяется. Характер войны давным-давно изменился и меняется. Вы сами прекрасно понимаете, что сегодня не будет уже войны фронтов и армии. Что сегодня войну нужно ждать, наверное, оттуда Господа Бога. Конечно, к сожалению, угрозы есть. Генеральный штаб и представитель генерального штаба, действительно начальник генерального штаба здесь находится. Эти угрозы, естественно, анализируют. Я еще раз говорю, угрозы есть. И самый главный гарант, чтобы эти угрозы не были реализованы, это сильные, надежные вооруженные силы. Коллеги, вот мне кажется, наверное, нет смысла здесь убирать кого-то. В России нет альтернативы. Россия обязана вот год за годом где-то затягивать пояса, но вкладывать большие деньги в армию, в вооруженные силы. Реалии таковы, реалии таковы. Но мы понимаем сегодня, я прошу прощения, затягиваю ответ на вопрос, что мы как бы должны и реагировать адекватно на вот эти усилия страны, усилия государства, и мы стараемся это делать. Мы открываемся, максимально открываемся. Я говорил вот о планах нашей деятельности до 2020 года. Этот план открыт. Можем выйти на сайт Министерства обороны Российской Федерации и проанализировать этот документ. Мне кажется, реалии таковы, что вооруженные силы надо в плане убить. И каково будущее? Смогут ли они продолжить службу в вооруженных силах? Ведь наряду с военными кафедрами есть еще военные училища, где будут выпускаться конкретно специалисты военных? Спасибо. Спасибо. Количество выпускников военных, кажется, будет увеличиваться. Это однозначно. И обратите внимание, сегодняшнее законодательство сформулировано таким образом, что выпускник военной кафедры освобождается от службы в армии по призыву. Вы имеете, на самом деле, великую преференцию пройти подготовку, пройти обучение на военные кафедры и не служить в армии. Но у вас есть право и есть возможность поступить на военную службу по контракту, в том числе и на офицерскую должность. Имейте это в виду. У вас государство вложило деньги. И если у кого-то из выпускников военных кафедры будет желание посвятить себя военному делу, мы с радостью отреагируем. У нас министр обороны какое училище закончили? Или высшее учебное заведение? Я не знаю, у меня межнатская специальность. Вот вам весь ответ. Также генерал армия, полковник запаса Некрасов Сергей Владимирович, сам выпускник военной кафедры, в частности, с первого года НКТУ. Расслужил 32-е годы в вооруженных силах. Последние 10 лет исполнял обязанность, был начальником учебной части нашей военной кафедры, был направлен на педагогическую работу. Вот здесь присутствуют очень много моих коллег, бывшие начальники военных кафедров, бывшие начальники учебных частей, и педагоги военных кафедров. У нас в Новосибирске существовало 8 площадок для подготовки офицеров запаса. 8 военных кафедров. В 2008 году было принято решение вставить только одну маназь в раншаву университета. Государственные запасы на подготовку офицеров. Соответственно, у нас 360 человек. 360 студентов. При конкурсе, при конкурсе, порядка трех человек на место, желающих обучаться, мы пропускаем через военную кафедру 360 человек. Обучаемых 120 человек выпусков в год. Соответственно, площади, учебные площади, лаборатории, рассчитаны под определенное такое количество студентов в настоящее время. Здесь не будем на себя обманывать. Вы знаете сибиряков. Сибиряки очень уважают армию. Недаром сибирские полки, как говорится, отстаивали Москву во всех вопросах. Сибиряки очень дисциплинированные и военно обязанные люди. Я лично понимаю, как говорил Сухомлинский, что у каждого мужчины, а если он родился мужчине, это первая профессия. Инженер, агроном, учитель, а вторая профессия защитных кодек. Поэтому отличная инициатива Министерства обороны по дать студенту, во-первых, выбор, второе, дать студенту возможность пройти, получить военную учебную специальность во время прохождения в учебе в высшем военном треке. Я считаю, не только считаю, а по новой беседе с студентами, что эта инициатива будет поддержана. И очень многие студенты изляют желание пройти такую систему обучения. И это правильно. Во всех вопросах это правильно, потому что каждый мужчина должен иметь военную учебную специальность. И служба в армии, как бы ты выходил срочником, получил военную учебную специальность, ушел в запас, или тебе дается возможность пройти это обучение в период обучения в УЗИ. Но выход на выходе одно. В основном есть военно-огазанный мужчина, защитник Родины, который имеет пленную учебную специальность. Все это отлично понимают. Как реализовать это на сегодняшний день практически? Не будем мы себя обманывать в этих вопросах, потому что в Новосибирске у нас, это студенческий город, порядка 130 тысяч студентов. Ну, половину девушки. Итого 70 тысяч студентов. Вот. Ну, 70 тысяч. Порядка, если разделим по курсам, первый и второй курс, это обучение студентов порядка десяти тысяч. Здесь у нас по городу. На какой учебной базе мы сможем организовать в ближайшее время наши университеты просто-напросто не сможем пропустить всех желающих за такой короткий срок до 2014 года через... При всем нашем желании, при всем нашем желании, какое количество... А я считаю, что количество студентов будет очень большое желающее. Хотим мы или не хотим, нам придется открывать площадки в других вузах. Площадки. Давайте мы не будем называть военными навыками, но площадки какие-то для подготовки студентов в других вузах просто-напросто по техническим причинам необходимо выкупировать. Пускай не будут филиалом нашим университетом, да, этого центра подготовки инвестиционного резьба, но будут открыты на площадях других вузов. Второй вопрос, очень интересный второй вопрос, это прохождение военных сборов студентов трехмесячных в войсках после окончания коллегического курса. Одним из критериев решения о том, что наша военная кафедра остается в действующих, когда у нас был представителем комиссии генерал Булев Чевцов, вот, выступал он, в доме офицеров, у нас подводил итоги, одним из критериев было нахождение в непосредственной близости причем подвозок, войсковой части соединения, да, это бригада управления связи, раньше был полк связи, которая позволяла нам на их базе очень эффективно проводить учебные сборы во-первых, и проводить занятия выездные в этих вопросах в настоящее время в частях постоянной боевой готовности вроде бы как сборы по ночам в один день не проводятся, проводятся в учебных центрах. В этом году мы проводили впервые учебные военные сборы на базе межритового центра подготовки войск связи в Ульяновске. В общем-то, база нам позволяет принять студентов всех грузов связи и провести качественные учебные сборы. Но все-таки вот использовать плечо подвоза ближайшей войске части здесь вот надо будет как-то просто Спасибо. В Новосибирске у нас 130 тысяч студентов, из них около половины девушки. Продолжаем дальше. 90% молодых людей закрыты отсрочками. Значит, из оставшейся половины где-то 6-7 тысяч могут обучаться на военных кафедрах. Ну и что, для Новосибирска это не посильная задача, но если вы не нуждаете с трибуны входа в частности, тогда дальше вам говорим. Мы считаем, что неправильно, что 90% молодых людей закрыты отсрочками. Мы готовы вместе с вами опять прорабатывать этот вопрос. И пусть отсрочками будут закрыты не 90, а 10% молодых людей, а остальные во время обучения, если есть желание, проходят службу вот по этой абсолютно щадящей системе. Не надо прятаться от армии, не надо получать медицинские справки, не надо убегать за границу, и не нужно делать много чего еще. Вот, собственно говоря, сегодня реалии такие. Около 90% молодых людей призывного возраста зато строчками и освобождением от службы армии. Поэтому, на самом-то деле, с количествами показателей проблема не такая и сей. Я думаю, что справимся и будем работать и будем набирать обороты. Я вот немножко оправдаю политику, которую говорят о неоткрытии капиталов, просто о количестве молодежи до 2025 года студенты сетевого института и, допустим, на базе всех путевых студентов придут по факту платные ли они будут платить деньги как студент за это образование и чей диплом я получу? Вклад в свой диплом либо от цифровки. Вот как это будет по факту? Спасибо. Если бы мы хотим танцевать, от военной кафедры то, собственно говоря, вот она и финансовая нагрузка. И мы не скрываем, что вузы тоже берут на себя финансовую нагрузку, да? И мы тоже понимаем, что для вузов это тоже вопрос. И министерство обороны тоже берет на себя дополнительную финансовую нагрузку. много проблем, много вопросов. Давайте их прорабатывать. Но в конце концов, я вот слушаю вас, иногда думаю, коллеги, если вам не интересно то, что мы предлагаем, вы сразу скажите, военные? Не надо. Давайте без нас. И мы это услышим, и мы не будем вам надоедать. Да? Если интересно, если интересно, нам кажется очень интересно. слушайте, вот я, например, занимался, прошу прощения, займу немножко ваше время, я занимался в силу своих функциональных обязанностей законопроектом, который сформулирован был очень жестко. Не обслужил в армии, не попадаешь в федеральные кадровые резервы, и тебе закрыт путь на федеральную и муниципальную государственную службу. ну что, быстренько сделали законопроект так, как он был обозначен. И потом, вы не поверите, комиссия по законопроектной работе в правительстве Российской Федерации. «Насколько на меня? Что мы сделали? Можедельные указы, майские указы, президентом выхолостили». Вот, и я говорю, вы знаете, вот, я оказался в очень тяжелой ситуации. Я говорю, стрибун. Я служил срочной службе. Я сделал военную карьеру, и я теперь прошу, не надо делать так, вот, как вы предлагаете. вот, лобовое решение вопроса, ну, сразу дискриминирует молодых людей призывного возраста по половому признаку. Ну, девушка не отслужила в армии по призыву. Закрыт путь? Ну, она по закону не имеет права служить. Те, кто имеет законодательное освобождение от службы армии, раз и навсегда освобождение, отсрочили от службы в армии. Мы-то зачем не будем преследовать? И вот, провели мы этот законопроект на тему, до сих пор живет. Так вот, может быть, и с этой точки зрения нужно посмотреть, если хотите, мы посмотрели. Это тоже очень важный мотив. Давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы во время учебы молодой человек мог выполнить свой конституционный итог, получить вместе с дипломом военный билет и дерзать, выдумывать и пробовать. Вот так вот. И понятно, что будут и финансовые нагрузки, будут сложности, связанные с планированием учебной нагрузки, учебной недели, и много, много чего еще будет. нормативов учебного времени, вкладываемся в нормативные строки в учебе, много вопросов, но они, мне кажется, подлежат решению. у меня очень много друзей разрушили, и из них 2-3 человека, это из моего руку, больше 2-ти человек, говорят, что там делают ничем. На самом деле, ну, просто, ну, такие условия, нет подготовки никакой, ну, есть, ну, некоторые, два-три раза, что у нас стоит. Ну, извините, я вот, отучился в колецком корпусе, этого там больше было. Я уверен, что, я получил там больше, чем в службе валют за год, хотя мне должна быть достаточно комплектная программа, интенсивная. Не знаю, ну, отучил, отслужил, вот, извини, ну, солдат, солдат. А он не солдат. На меня очень сильное впечатление несколько лет, ну, немного лет тому назад произвел один сюжет. Командующий сибирским военным округом, тогда сибирским военным округом достал из папки листок формата А4 и говорит, вот структура сибирского военного округа. Там много, 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 много флажков, много всего, и буквально три или четыре организма выделены красным цветом. И он говорит, вот это то, что это и способно, это то, что настоящая армия. все остальное сокращенное, кадрированное, охраны, обеспечения. Если хотите, мы в таком состоянии жили очень долгие годы. мы, ну вот согрели у нас история такая, мы сокращались с мощной, большой, количественно большой советской армии, сокращали офицерские корпусы, сокращали военнослужащие по подразделения, обеспечения. И, собственно говоря, вот эта проблема нас и накрыла. Дедовщина, беспредел рассвели как раз вот в этих подразделениях, не в тех, которые занимаются настоящей боевой работой. Мне кажется, мы из этого периода реально уже выросли. Ушли. Но хвост еще в какой-то степени торчит. Ну скажем вот, в 2013 году мы передали субъектам Российской Федерации 1300 военных городков и объектов. Это больше, чем за предыдущие 5 лет. Мы полагаем, что мы вот эту работу завершим в течение 2014 года. Мы сейчас в стадии завершения по ряду других вопросов которые освободят армию вот как раз сугубо охранных задач от охранных функций. Я здесь просто не хочу говорить о частности. Мне кажется, может быть, даже не и не почему это дело. Но мы понимаем, что армия для войны и для подготовки к войне. И вот я когда говорил, вот я начинал свое выступление с того, что комиссия страны очень коротко и лаконично сформулировала какой должна быть армия. компактной, мобильной, хорошо оснащенной и так далее, и так далее. Вот. И я думаю, что вот те подразделения, те воинские части, когда военнослужащие послужив 3-4 месяца, полгода, не стреляли, не валили боевые машины, ну, мне кажется, оно действительно уходит. И если хотите, мы вот эту проблему у министра обороны обсуждали на прошлой неделе дважды. Вот как раз вот так совпало в такой, ровно в такой постановке, как вы сейчас сказали, вот такой же вопрос дошел и до министра обороны. Ну, ну вот, к сожалению, еще раз говорю, такая история, такая история, но мне кажется, вы сами видите, мы очень быстро меняемся. Мы стали чувствительнее, мы слышим гражданство общества. Вот. не идем навстречу гражданскому общественному. Мне кажется, мне кажется, не забирая не то время, давай, не будет проситься. Вот. Тем более, смотрите, ну, мы сейчас очень неплохие условия даем, даже для тех же контрактов. Вот мы тоже можем вот такой рискотчет показать. Сколько получает контрактный рядовой сержант. Конечно, по-разному, ну, пардон, до 120 тысяч рублей в месяц. Три года послужил по контракту, входив в военную ипотенцию. Она реально работает с 2005 года. Реально работает. Без скандала. Вы слышали, да, когда не будет, что разразился скандал по военной ипотенции. Нет. Работает. Военная медицина. Какое внимание сейчас не испытывает развитие военной медицины, социальному развитию городков. вот, приехали из Гудыкова на 74-й бригад, в течение вот этого года будут построены семь живых домов, два детских садов, школа, здравый, мне там культурный просто будет взяток, ему больше всего мне не терпится. Это вот только планы этого года. Вот так вот, может быть, я бы ответил на ваши вопросы, но на ваши вопросы на самом деле из разряда не самых приятных, но он объективный, я вам благодарю за этот вопрос. Это же бригада своей машиной на Дальний Восток и обратно, выполнение боевой задачи много. в течение года это раз. А это из стрельбы и не только из Гудкова, но и из бывшего. Я имею в виду и БМП, и так далее. Ну что ж, дорогие дети, я думаю, что нам надо поблагодарить Николана Александровича, Виктора Петровича и Василия Петровича за очень содержательные ответы на вопросы, которые, несомненно, полезны для всех вас. Спасибо. Спасибо.